Здравствуйте! Сегодня мы подробным образом рассмотрим предмет судебного разбирательства избирательных споров и у нас в гостях эксперт по избирательному праву Мамытова Канышай Булатбековна. Здравствуйте! Вот такой вопрос. Мы поговорили уже о том, в каком порядке, в какие сроки рассматривают избирательные споры участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии или центральной избирательной комиссии. Что касается судов, имеют ли право они рассматривать избирательные споры и если да, то каков порядок рассмотрения? Да, безусловно, у кандидатов в политические партии, у других субъектов избирательного процесса есть право обжалования в судебном порядке, но здесь важно помнить, что есть такое понятие как досудебный порядок обжалования. То есть, что это означает? Это означает, что если кандидат, к примеру, обжалует решение участковой избирательной комиссии, то он должен его в первую очередь обжаловать в территориальную избирательную комиссию. Решение территориальной избирательной комиссии он должен обжаловать центральную избирательную комиссию и потом только уже решение центральной избирательной комиссии, оно может быть обжаловано в суде. И при этом очень важно понимать, что существует определенный суд, который рассматривает избирательные споры, и он рассматривает только иски на решение, действие или бездействие центральной избирательной комиссии. Спасибо. Кто в таком случае и в каком порядке может обращаться в суд с избирательным спором или по предмету избирательных спором? Субъекты и обращения могут быть разные. То есть это могут быть избиратели, это могут быть кандидаты, политические партии. Но опять же здесь важно понимать, что это то лицо, законные права, защищаемые интересы которого задеты, по его мнению, вот этим вот обжалуемым решением. То есть, допустим, если какой-то кандидат или политическая партия считает, что какое-то решение центральной избирательной комиссии либо ее действие, либо бездействие нарушает его права, то в этом случае он праве обращаться в суд. И при этом надо помнить, что не забывать про принцип соразмерной защиты нарушенного права. То есть это означает, что если мое право не нарушено, если это решение никоим образом меня не касается, соответственно, у меня в принципе нет, скажем так, права обращаться в суд. И суд, который рассматривает избирательные споры, как я уже говорила, это один суд, это административный суд города Бишкир, он только рассматривает решение действия бездействия центральной избирательной комиссии. Спасибо. А может быть, существуют какие-то особенности судебного рассмотрения избирательных споров? Да, здесь как бы, как во всем избирательном процессе, есть свои особенности. Во-первых, это краткие сроки подачи. То есть, с того момента, как вынесено решение центральной избирательной комиссии, ею совершено действие, либо истек срок, в течение которого центральная избирательная комиссия должна была совершить определенное действие, и я хочу обжаловать бездействие, в течение трех дней субъект имеет право на обращение в суд, административный суд города Бишкир. По истечении этого срока жалобы судом не принимаются. И это очень важно всегда помнить и для кандидатов, и для политических партий. Потому что на практике моей я часто видела случаи, когда вот именно из-за этой ошибки в день, два из-за того, что не принимали в расчет эти сроки, либо забывали, что жалобы подаются именно в административный суд города Бишкир. Раньше это был межрайонный суд города Бишкир, а партии по привычке шли в Первомайский суд города Бишкир. Они теряли эти драгоценные дни-часы, и в конечном счете они не могли принимать участие в какой-то избирательной кампании. Помимо срока на подачу, особенность именно судебного рассмотрения избирательных споров заключается в том, что и у суда есть определенный срок, в течение которого он должен рассмотреть. То есть в обычной жизни мы зачастую видим, что суды тянутся месяцами, годами, но это неприменимо к выборам. То есть в ходе выборов суд административный должен рассмотреть в течение трех, максимум пяти дней, если какие-то материалы требуют дополнительной проверки. Все. В течение этого срока он выносит решение, и это решение сразу, полностью, как бы, не только кусочек результивной части, а полностью оно выдается на руки всем лицам, участвующим в деле. То есть вот такая вот особенность избирательных споров. Здесь я бы хотела немножко остановиться на требованиях, которые предъявляются к административному иску, поскольку это, я думаю, очень важно будет для тех же кандидатов, политических партий. То есть когда вы обращаетесь с административным иском, обжалуете решение действия и бездействия центральной избирательной комиссии, всегда очень важно помнить, что административный иск, вы должны, опять же, указывать в суд свои данные, приводить доказательства, как я говорю, обязательно до судебного порядка рассмотрения вашей жалобы, приводить доказательства, которые обосновывают ваши требования, приложить копию обжалуемого решения центральной избирательной комиссии, либо обосновать, какое бездействие центральной избирательной комиссии, да, к примеру, вы обжалуете. Обязательно должна быть приложена квитанция об уплате государственной пошлины. Она составляет для суда первой инстанции 700 СОМ. И здесь, как бы, такой мой добрый совет тем же кандидатам, политическим партиям, вообще лицам, которые собираются обращаться в суд. Вот помните, что у вас три дня на обращение в суд, и последние два дня они могут выпасть на субботу и воскресенье, когда не будет работать банк. Поэтому заранее озаботьтесь о том, чтобы оплатить государственную пошлину. И обязательно вы должны копию своего иска направить сторонам участвующим в деле. И почтовку и танц о том, что вы направили, вы также обязательно должны приложить к иску. Это вот, казалось бы, такие прописные истины, но зачастую вот в этой спешке, в гонке избирательной борьбы партии кандидата, они про это забывают. И из-за вот этого вот досадного недоразумения зачастую, получается, решается судьба целой партии, целого кандидата в президенты, к примеру, и так далее. То есть это тот случай, когда детали и нюансы имеют волосальное значение. Дьявол кроется у деталей. Да, именно. А что делать, если лицо или заявитель не согласны с решением административного суда города Бешкет и хотят его обжаловать? Куда им обращаться в таком случае? Есть вообще такие варианты? Конечно, такой вариант есть. Ну и опять же здесь особенность избирательных споров. То есть то, что здесь споры рассматриваются всего в двух инстанциях. Первая инстанция, это, как я уже говорила, это административный суд города Бешкет. А вторая инстанция касационная, это Верховный суд Фиргизской Республики. И опять же, как и в случае с административным судом, с момента, как административный суд вынес решение, у лица, который хочет обжаловать это решение административного суда, есть три дня на подачу касационной жалобы. Если в течение трех дней он не успевает, все, его жалоба не будет рассмотрена, не будет принята. И также после того, как эта жалоба поступила в Верховный суд, у Верховного суда также есть 3-5 дней на рассмотрение этой касационной жалобы. Если же жалобы поступают в день предшествующей голосования или в день голосования, то и административный суд, и Верховный суд, они должны рассмотреть ее в тот же день и в тот же день вынести решение. Ну, поскольку понятно, что вот он заключительный этап, и очень важно быстро, оперативно разрешать все возникающие споры. А уже решение Верховного суда, оно будет являться окончательным, и оно не будет подлежать никакому обжалованию. Анастасия Булатпековна, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, конечно же, что наши избирательные кампании будут проходить без всяческих споров и конфликтов. Но если вдруг какая-то ситуация возникнет, то благодаря той информации, которую мы получили от вас, кандидаты от политических партий, политические партии, наверняка смогут разобраться уже со знанием дела. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!